Всем привет, меня зовут Роман, традиционно напоминаю про маски. Это я к чему? По миру, по миру, шествует новый вирус, омикрон называется. Говорят жутко смертельная штука. И если маски способны уменьшить шанс вашего заражения хотя бы чуть-чуть, то было бы неплохо, скажем так, этим озаботиться. Как озаботился один предприимчивый создатель очередного крипто скама, назвав его Omicron. Он правда просто угадал, но что не помешало крипте Omicron подорожать на 1000%, просто потому что. Кстати просто потому что завтра с 18.30 и до 20.30 у нас стрим, ну так на минуточку, и пожалуй раз начали уже за крипту ей и продолжим. Что конкретно сейчас происходит с криптой сказать довольно тяжело. Биток сегодня вроде там плещется в районе своих 57, а эфир подорожал. Окей, скажем так, падение цены потому что там в США законы это замечательно, но это не все что происходит. Раз других новостей маловато, давайте чуть больше про крипту. Еще одним кирпичом, который может в следующем году, ну или в этом, как повезет, утопить крипту, это заявление Илона Маска. Ну как бы мы давно к этому привыкли, что Илон Маск напишет Twitter крипта плюс 10000, Илон Маск напишет пост в твиттере крипта минус 10000. Но на этот раз Илон Маск написал довольно интересную штуку, что типа долой, долой эти централизованные криптобиржи. Храните крипту на холодных кошельках, ну и торгуйте только на децентрализованных биржах, гоняйте свою крипту через блендеры и с кошелька на кошелек, чтобы а-та-та, никуда не привязываться, чтобы вот эти нехорошие централизованные биржи, вот не надо с ними работать. Что в принципе как бы для крипты в целом, как в финансовом инструменте, плохо, для крипты в ее изначальном понимании вроде как хорошо, ну а биржи вряд ли поддержат начинание Илона Маска, но посмотрим за кем останется электорат. Казахстан и Ижи с ними скорее всего запретят майнинг на своей территории, ну по крайней мере если не сейчас, то впоследствии. С приходом блаженного майнинга в их страны потребление энергоэлектроэнергии выросло на 8 процентов, чего не выдерживают электрические сети. Ну и электричества может всем не хватать. Электросети Казахстана, точнее поставщики электроэнергии уже предупредили, что майнеры а-та-та, а-та-та зарегистрированных майнеров могут отлучать от электричества, ну просто потому что. Хотя справедливости ради проблема кроется скорее всего не в зарегистрированных официально майнерах, а в тех кто майнит неофициально на территории Казахстана. Впрочем, зима только началась и последствия, скажем так, прихода майнеров в ту или иную страну мы еще увидим. Куда поедут майнеры? Ну так в Россию матушку Вестима. Окей, посмотрим что будет, посмотрим что в России будет с майнингом. Пока вроде как проблем с электричеством там особо не наблюдается, поэтому сказать насчет России довольно тяжело. В Европе между тем Швеция активно педалирует закон, который призван запретить майнинг на территории Евросоюза в принципе. Причины довольно просты, на то чтобы добыть этот ваш биткоин или любой другой крипто мусор, тратится довольно много электроэнергии, которая ни разу не зеленым способом добывается. Вообще жгут уголек на все это дело, жгут его довольно много. Китай уже как бы про это дело прочухал и майнеров прогнал со своей территории. Ну Европа и США, если Швеция этот закон протолкнет, ждет скорее всего то же самое. Зеленые не применут сожрать майнинг со всеми его потрохами. Если такое случится, то самый вероятный, скажем так, срок это текущая зима. Как раз когда начнут падать электросети массов в США, в Европе от наплыва майнеров. Ну в основном в США конечно же. Тут подоспели новые, новые новости из Китая. Инна Силикон, один из производителей графических чипов в Китае, заявил о, точнее анонсировал новые видеокарты, среди которых будут видеокарты на 24 гигабайта видеопамяти и с производительностью на уровне RTX 2080. Конечно ни о какой поддержке Ray Tracing и DLSS речь пока вроде не идет, но поддержка DirectX заявленная в этих видеокартах говорит нам о том, что это скорее всего будут игровые продукты. Ну и будет довольно интересно посмотреть, что у китайцев получится, потому что видеокарты вот уже в следующем году должны появиться на рынке. Правда на рынке должны появиться не только они. Intel, AMD, Nvidia обещают, что в начале 2022 года нас наконец-то, наконец-то ждут бюджетные игровые видеокарты. Бюджетная правда на бумаге скорее всего и ждут нас они скорее всего точно там же на бумаге, но как минимум бумажный анонс должен состояться для 3050, 3050 Ti, 6500, 6500 XT, ну и видеокарты Intel. Intel Alchemist тоже должны как-то в этом деле поучаствовать. Какой пока там будет уровень производительности, у кого из них непонятно, для 3050 Ti обещают уровень производительности на уровне 1660 Super, но будем на это посмотреть. Ну и до 8 гигабайт потенциально видеопамяти, ну это как бы... Пока вилами по воде писано официальный анонс, когда состоится, тогда и будем на это смотреть. Но божественная RTX 2060 на 12 гигабайт точно, да, вот прям вот точно нас ждет. Прям великолепная карта, но вычислительных блоков не будет больше, чем штатная RTX 2060, как ни странно. Ну окей, посмотрим, что из этой видеокарты получится и нужна ли она будет рынку в тот момент, когда появится в продаже, потому что ну я если честно ее позиционирование не очень понял. Попытка заткнуть пробкой сегмент рабочих видеокарт для псевдо рабочих станций домашнего разлива на 5 950x например, для 3D графики, 2D графики, вот этого вот всего, задешево. Либо очередной реверанс это в сторону майнеров, не очень то и понятно. Они как бы и на 2060 неплохо майнили на 6 гиговый, все у них отлично было, а уж на суперах. Не очень я понял эту карту, ну окей, выйдет как обычно, посмотрим. На что мы еще посмотрим от компании Nvidia? Это на их 4000 серию в следующем году. Ну под конец скорее всего. И вот вроде как железобетонно теперь она будет выпускаться по 5-нанометровой технологии TSMC. Надеюсь TSMC планирует много мощностей вести в следующем году, потому что как бы примерно в это же время RDNA 3 на 5-нанометрах от компании AMD, на тех же 5-нанометрах хочу заметить Zen 4, 3D рипперы эпики я даже не вспоминаю, но они тоже там есть. А Apple интересно успеет слезть к этому моменту с 5-нанометрового конвейера, который сейчас весь под Apple или нет? Хороший вопрос. Но вообще должен успеть слезть, он должен на 3-нанометра перелезть. Ну и да, я про это уже говорил в других новостях, но будет не лишним напомнить, что RTX 4000 серии будут в два раза быстрее и в два раза дороже. Ну а собственно почему бы и нет? Так что RTX 3000 серии, если вдруг вы где-то можете оторвать его за рекомендованный прайс, можете брать смело. Аналог производительный RTX 4000 будет стоить ровно столько же. Good job! Как говорится, почему бы и нет? Нет пожалуйста! Может быть не надо. Хотя все еще может поменяться, если рынок будет наводнен большим количеством WoW карт после майнинга, если запретят Proof of Work, если что. Окей. Видики, все с этим отлично, но походу больше шансов раздобыть новую Steam консоль, он же Steam Deck, которая должна вот в начале следующего года уже поехать наконец к пользователям. По заявлению компании Steam никаких ограничений по установке игр из Steam, ну и никаких эксклюзивов на Steam по идее быть не должно. Ну учитывая, что в новостях ранее на нее уже без проблем накатывали одиннадцатую и десятую винду, то как бы да, это просто вот маленький компьютер с экраном, с джойстиками, и по сути готовое устройство все в одном. Хочешь подключай к большому экрану, хочешь прости документы на нем вращай, хочешь что хочешь на нем делай. Штука довольно интересная намечается. Ну окей, начнет продаваться, посмотрим насколько десятилетий на нее растянется очередь и как ее можно будет купить, потому что при ее характеристиках похоже, что подобного рода консольные консоли в принципе остаются пока единственным адекватным шансом на более-менее гейминг. За какие-то вменяемые деньги. Ну ладно, в общем с новостями и все. Да, на этой неделе тоже немного, но чтобы вам не было так грустно, напоминаю, что завтра в четверг в 18.30 и каждый четверг с 18.30 и до 20.30 у нас стрим разговорный, куда можно прийти, задать мне вопросы и получить от меня ответы. Ну а на этом все и до следующих новостей. Субтитры создавал DimaTorzok